Вам вопрос. Как вы вообще узнали о том, что проходит кастинг в группу «Сопрано»? Да, как я узнала, я училась когда в «Месенке». На объявление повесили, что требуются вокалистки в группу народного артиста России Михаила Турецкого. Пошла на прослушивание, в этом записалась на кастинг. И 8 марта пришла на кастинг со своей подружкой, потому что одной было жутко страшно. И вы вместе с моей подружкой Машей пришли на кастинг в группе народницы. И у нас вообще была песня на двоих. Сначала спела я, потом она, потом мы вместе зашли. Значит, мне сказал Сергей Ковальский, что нам народницы не нужны. А я пела народную песню. Он говорит, можете к следующему туру, если вы пройдете, подготовить какую-то эстрадную песню? Я говорю, ну конечно, думаю, что я смогу спеть, не только народную. Вот. И... Он сказал, ну вообще народницы нам, конечно, не нужны, потому что мы набираем вокальный ансамбль, классический эстрадный ансамбль. Народный голос нам не нужен. И все, я такая выхожу уже, дверь открываю, что такая расстроенная, что как бы я ни подошла. И мне Сережа кричит. Он почитал мою анкету. У меня много обослухов хороших. Мы работали с Тота Кукуния, в ансамбле «Надежная палата» с Надеждой Кадышевой. Он все это почитал, посмотрел резюме, что Гнесенко. Вот. И кричит мне, пожалуйста, подготовьте эстрадную песню. Мы вас позовем на следующий тур. Вот так вот я пошла на следующий тур. А какую ты песню подготовил на следующий тур? Знаешь, какую-то Валерий песню, я уже не помню какую. Тику Чарсики или... Я не помню. Что-то такое легкое. Как пришла идея создать Сатранова? Просто сидели и... Просто я очень люблю песню «Ромашки спрятаться». А молодые люди не умеют такое петь. Поэтому пришлось создать женские. Вот так? Так что терпите руки. Ну, расскажи нам про Золотое, кажется, свой эксклюзив. В смысле? Что рассказать про Золотое, Дим? А ты с ними общаешься сейчас? Общаюсь. Хожу даже на сказки «Зимние тёпы». Такая есть сказка в Золотом кольце. Каждый год новая постановка. Это детская такая сказка. Главный герой — Тёпа, домовёнок. Вот. И театр не забываю. Когда прихожу, всегда встречаю Александра Григорьевича, Костюка. Мы здороваемся. Да и за кулисами встречаемся всегда очень тепло. Здороваемся, разговариваем и с Надеждой, и с Александром Григорьевичем. А есть разница работы в коллективе? То есть там был большой такой коллектив Золотое, теперь сопрано и хор. Да. Разница была, конечно. Да и я была помладше. Там в институте училась и параллельно работала. А вот уже в хоре турецком я уже постарше стала. И коллектив женский. Это, конечно, отличается. У нас был такой мужской, смешанный. То есть четыре мальчика и три девочки. Все были мои друзья, сокурсники. Получается, мы на потоке учились с первого по пятый курс. Ребята, то есть я их давно знала всех. Мы с ними, так скажем, росли вместе и на учёбе встречались. И я жила в общежитии. И даже в общежитии мы все вместе были. И на гастролях все вместе. То есть вообще просто я даже, ну, наверное, 24 часа на день мы друг с другом общались. С девчонками это другое совсем. Во-первых, женский коллектив. Во-вторых, я их никого не знала, ну, кроме Жени, например. С Женькой мы были знакомы, потому что она тоже в Несенке училась. Ну, вот мы с ней, наверное, так общались. А остальных девчонок только вот здесь познакомились. Это как бы заново ты начинаешь узнавать, но ты узнаёшь, на это требуется время. И впоследствии мы действительно все дружим, друг друга поддерживаем, заботимся. Такая тоже большая, большая семья. Ну, всё, всё понятно. Мы знаем, ты дипломат, интеллигент. Не-не-не, я не дипломат. Но задам тебе правильный вопрос. Это действительно так. Правильный вопрос. Мы такие подружки, мы подружки, большая семья, сёстры. Ну, то есть, получается, на тот момент, когда ты пришла в Сопрано, ты уже золотым кольцом обкатала Россию, побывала в Европе. А чего тебе не хватило то, что ты решила пойти дальше? Ну, здесь, конечно, я реализуюсь в большей степени. Ты что-то ещё не знала о реализации? Что? Тебя сподвигло пойти пробовать новую? Нет, подожди, ну как реализация? Всё равно, допустим, в концерте был концерт Надежды Кадышевой, и четыре песни в концерте пела потешная палата. А вот, помимо этого, мы озвучивали сказки, про которые я говорила, про зимние. Иногда выходили, кстати, на сцену, вот в этих зимних сказках играли. Я была принцессой, принцессой Баорой когда-то на сцене. Вот, в детской сказке играла. Но здесь как артист, как творческая личность в группе Сопрано ты реализуешься, конечно, гораздо больше. Потому что здесь ты виднее, так скажем, как артист, как певица. Ну, мне кажется, вот из-за творческой как раз-таки реализации, что здесь у меня есть сольная песня. Там мы не пели сольных песен, у нас были такие, типа, хоровые куски. А ты не боялась, когда шла на этот шаг? Ты уже знала тогда, что если ты пойдёшь сюда, то всё, тебе больше не будет пути назад? Дим, ну, всегда нужно пробовать. И не попробовав, ты не поймёшь, твоё это не твоё. Вот я попробовала, это действительно стало моим. Я уже не представляю жизни без Сопрано, без нашего холдинга. Это мои близкие люди, которых я очень сильно люблю. А когда появилось, что вот, прям, расселение, например, там, полк Сопрано поединился, джаз Сопрано? Изначально такого не было, действительно, не было такого. То есть не знали, как будет строиться ещё группа. Вот, ну, наверное, всё-таки месяца три спустя поняли, что такое разделение – это группа. То есть попса, классика, народная. Кто-то пел джаз очень хорошо. Как вообще в репертуаре Сопрано оказалось более 300 песен? Мы уже существуем-то сколько лет. Поэтому у нас очень много материала. Мы не стоим на месте. Каждая девочка что-то привносит своё. А как происходит, вот, о том, что обрастает материал? Мы приносим сами песни. С Серёжей Ковальским садимся, обсуждаем. Потом выносим это на суд Михаила Борисовича Турецкого. Вот. И так вот появляется, нарастает. Практически каждую неделю мы что-то новое приносим. И два произведения в месяц мы как минимум делаем. А на каких языках Сопрано поёт? Ой, очень много. Мы не считали. Мне кажется, язык каждой страны. Мы знаем, поём. И если едем в какую-то европейскую или любую страну, мы готовим сюрприз на местном языке. Такой вот бриллиантик. Вишенка на торте. А вот многие уже знают, что ты являешься неким руководителем группы. Старейшиной, так назовём. Староста, как говорится. Староста. Старостая группа. Тяжело? Нет, уже нет. Да нет, нет. Мы, кстати, каждый старостой в своём направлении. Я со всеми советую всем, девчонкам. Так что мы все одна команда. Каждый за что-то отвечает. Каждый рассказывает своё мнение. Вот. А я, может быть, просто эти мнения собираю и доношу до Михаила Борисовича всё так скажет. Желание наше. Мнения. Возможности. Было такое, что ты за всех попадала тебе? Прям вообще? Конечно, мне каждый раз за всех попадает. Это вообще не исключение. Вот недавно Михаил Борисович был на концерте в Доме музыки и был очень почему-то недоволен нашим выступлением. Вот попало мне. Как-то так бывает. Однажды мы летели в Атлантик Сити. Концерт должен был состояться в 7 часов вечера. Но вы понимаете, Атлантик Сити – это, в принципе, очень много казино. Там тоже находится на берегу океана. В принципе, людям есть чем заняться. Зал находился в одном из больших отелей. Там внутри на первом этаже было казино. Зал огромнейший. Не знаю, насколько посадочное место, но он был гигантский. И в этом же здании отель находился. Мы летели из России, из Москвы. Но получилось так, что мы должны были прилететь в какой-то город близлежащий. А может быть и в сам Атлантик Сити. Я уже не помню как. И в итоге самолет прилетел то ли в Нью-Йорк, то ли куда-то… Приземлился, короче, не так. Нам надо было получать вещи. У них выпал снег. И, в общем, заморозилась дверь. Нам не выдают вещи. Мы жутко опаздываем уже на 2 часа. А из этого места, не помню, не могу сказать точно город, нужно было еще добираться на автобусе, на машине. Еще где-то часа 4 или 5 мы добирались. Заснежено все. Но вы понимаете, что в Америке были не готовы к снегопаду, гололедицы. Все встало. Весь транспорт, самолеты тоже, посадочная полоса. Они не знают, чем ее посыпать. Самолеты не садятся. Один рейс посадили в одном городе, другую часть команды посадили вообще в другом городе. В общем, нам надо было встретиться в Атлантик Сити. И в итоге мы ехали где-то часов в 5, наверное, и опоздали на концерт. Он начался в 12 часов ночи. В 12 часов ночи. Мы думали, что мы зрителей вообще не увидим. В итоге получилось так, что мы вышли на сцену, полный зал нас ждет. Давайте. А Михаил Борисович говорит, давайте быстрее, давайте быстрее. Быстрее на сцену. А кто-то знает, ну, после 5-6 часов вот в таком автобусе жутком, который то останавливался, то глох, то мы все были никакие. И девочки говорят, мы не хотим на сцену, мы не выйдем. Ну, просто Джек Лето еще, ты не понимаешь, где ты находишься. Мы все, мы спать. Некоторых вообще вырубило. У нас пара человек просто пришли в номер и вырубились. Мы все не могли встать и не забыли, что они в Америку прилетели. А Михаил Борисович в панике. Давайте, хор быстрее на сцену выбежал. Девчонки, я помню, сама просто прибегаю, где найти это, то казино надо было бежать, найти этот зал. Прибегаю, а уже поют. А когда наша песня, типа, выходите уже, кто есть. И мы там 5 человек выбегаем. Тут кто-то подбегает еще, заспанный, не накрашенный. Уже было без разницы, потому что люди нас ждали, считайте, с 7 до 12 ночи. В общем, мы вышли на сцену, отпели концерт. И Михаил Борисович говорит, пока не выключат свет, мы будем петь. А выключили свет где-то в 3 часа ночи. В общем, такой концерт получился в 3-х часовой. И мы были готовы петь еще. Но там у них особые правила. Просто они вырубили свет. И Михаил Борисович остался на сцене. Вот мы стоим всей командой с вырубленным светом. Люди сидят. Мы, типа, все. И они такие все орут. Да, давайте еще. И мы пару акапельных песен спели еще. И пошли в казино играть дальше. Все вместе. Ты не пожалела, что попала в женский коллектив? А в какой я должна была попасть? Мужской? 10 человек. Мне с девчонками очень комфортно и хорошо вместе. У нас, знаешь, не просто женский коллектив. У нас большая семья. Потому что у нас такой смешанный состав. У нас же и мальчики. Мы с ними часто ездим на концерты вместе. Вот так что можно сказать, что у нас вообще смешанный коллектив. А ты знала вообще о существовании хора до того, как... Конечно. У меня были диски. Знаешь, я слушала всего две группы. Ага. Хор Турецкого и Золотое кольцо. Надежда Кадышева и туда, и туда я попала. Так как-то сложилось. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.